Для юных журналистов Алтайского края июль особый месяц. На неделю детско-юношеская газета «Сами» приглашает их на пленэр. Заряжаться творческой энергией едут поближе к горам, в лагерь Уба. Для многих ребят, скажем, из поспелихи, повалихи, ребрихи, которые оказываются на пленэре, это оказывается единственной возможностью пообщаться с профессионалами, попробовать себя в телевидении, причем не в игре в телевидении, а в телевидении в настоящем, в профессиональном формате, в издании настоящей газеты, в создании настоящей радиопрограммы. Снять сюжет для ТВ, написать материал в газету и записать радиовыпуск. Никогда в жизни еще школьники этого не делали, но на пленэре пробуют все. Сначала мастер-класс, потом ручка блокнот в руки и вперед творить. Ребята попались нормальные, они в принципе очень инициативные, очень быстро и оперативно работают. Мы успевали поработать и над дикцией, и над всем подряд, потому что тексты в основном править не приходилось. Они в принципе выдавали очень хороший и качественный контент. Кроме образовательной программы, журналистский пленэр знаменит экскурсиями. Например, в этом году участники впервые посетили Национальный музей имени Анохина. Именно там хранится знаменитая мумия алтайской принцессы. По легендам, она вызывает землетрясения и катаклизмы. Правда, юные корреспонденты ее не увидели. Она хранится в саркофаге. Открывают его раз в месяц в новолуние. Зато школьники смогли посмотреть на другие экспонаты, а их более 60 тысяч. Об истории, о традициях, о народах республики Алтай очень интересно узнать, потому что мы живем по соседству, близости, Алтайский край, республика Алтай. И нужно знать о традициях истории и культуре этих народов всех. Меня очень увлекли костюмы, которые раньше были у замужних женщин и у девушек. Я узнал много нового. Мне понравилось оружие, которым они использовали. Одежда очень их не понравилась. Тут очень красивые экспонаты. А еще журналистский пленэр – это пресс-конференции с общественными деятелями. В этом году спикером стала уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Но где еще школьники из районов смогли бы лично задать интересующие их вопросы? Профильная смена длится всего неделю. Но даже за такой короткий срок участники со всего края узнали, возможно, свою будущую профессию. Олеся Роженцева, Валерия Пекарева. Новости.